Социальные пенсии россиян индексируются с 1 апреля на 3,4%. Таким образом, средний размер этой выплаты составит 10 183 рубля. Индексацию проводят с учетом темпа роста прожиточного минимума пенсионеров в 2020 году. Апрельская индексация касается граждан, у которых нет достаточного трудового стажа для страховой пенсии, а это без малого 4 миллиона человек. Тем, у кого социальная пенсия меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе, положена социальная доплата. Она доведет пенсию до прожиточного минимума. По-новому будут записывать в школу первоклашек. С 1 апреля и до конца июня принимаются заявления от семей, живущих на закрепленной за школой территории. Плюс от тех, чьи дети имеют преимущество на зачисление, а это дети военнослужащих, полицейских, сотрудников ОВД и УИЗ, противопожарной службы и таможник, а также дети, чьи братья и сестры уже учатся в этой школе. Остальные, желающие отдать семилеток в конкретную школу на оставшиеся свободными места, смогут подавать заявление с 6 июля по 5 сентября. Подать заявление можно лично в школе, на ее электронную почту, по обычной почте с заказным письмом и через портал госуслуг. Те, кто боялся сдавать экзамен по вождению на автодроме, радуйтесь, этого больше не нужно. Экзаменационные правила меняются с 1 апреля. У будущих водителей легковых и грузовых машин остаются теория и вождение по городу. Вождения на закрытой площадке не будет. Но все ее задания придется выполнить в реальных условиях дорожного движения. Вот так, к примеру, теперь может выглядеть упражнение заезд в гараж задним ходом. Территория города без интенсивного автомобильного графика. Эстакаду можно сдать на территории торговых центров, причем имитируется и въезд на горку, и съезд с нее. Еще одно изменение в регламенте – автоинспектор сидит на переднем сидении. В общем, желающему стать официальным автолюбителем, станет с одной стороны легче, исчезает один из экзаменов, с другой тяжелее. В городе придется не просто ездить, а еще и много маневрировать. Правила экзаменов по вождению меняются для легковых, грузовых автомобилей и автобусов, а водители мотоциклов, мопедов, квадроциклов, как и раньше, будут экзаменоваться на закрытой площадке. Весенний призыв стартовал в России сегодня. По стране в армию пойдут 134,5 тысячи человек. Набор проведут с соблюдением пандемийных правил безопасности. Авиасообщение с шестью странами возобновляет сегодня Россия. Пусть и не из Ростова, летать можно будет в Германию, Венесуэлу, Сирию, Таджикистан, Узбекистан и Шри-Ланку.